В прошлом матче с Лакомагиевым вы сыграли от обороны, сейчас без Спартака результат важнее, чем стипит? Ну, знаете, конечно, на первый месяц сейчас стоит результат, но в любом случае я всегда говорил, и еще раз повторю, что для меня также важно и качество футбола. Конечно же, это было бы в воскресенье в идеале, но если мы заберем три очка при, скажем так, непосредственной игре, я остался, в принципе, тоже доволен. Ну, это была единственная победа за последние пять матчей, последняя, да, у Динамо, она победа вообще в двенадцати матчей, кто сейчас говорит про Дэбарю, Спартак или Динамо? Да, трудно выделить, у них есть проблемы, насколько мне известно, кадровые проблемы, несколько игроков, у них было из-за травм, у нас на этой неделе тоже группа игроков не тренировалась, только буквально вчера все вместе в общей группе вышли, брызгалов Ромова и Камбаров, поэтому я считаю, что все-таки шансы 50 на 50. А вы тем, кто только что сказал, что, безусловно, не хочет остаться в Сартаке, а вы, как тренер, безусловно, хотите, чтобы он остался в Сартаке? Да, конечно, я буду очень рад. Сартака была четырех матчей в этой следующей серии, заображение нечисленных сайдерами, но а теперь победу на Докомотиву. Можно ли сказать, что черная плаца позади и как вообще оцените психологические состояния команды, а окончательно она отошла? Ну, я надеюсь, что черная плаца позади, потому что действительно были незапланированные очковые потери, особенно в домашних играх против Мордовии и Кубань. Состояние, что состояние, на мой взгляд, сейчас очень хорошее, выиграли очень сильного соперника на его поле, взяли некий матч-реванш за поражение в первом фуге. Я считаю, что ребята пришли в такое нужное эмоциональное состояние, потому что тоже не хватало эмоций после четвертых игров. Я считаю, что вот эта наша победная серия, такая, наизовательной игры сейчас, да, у нас, продолжится в оставшихся играх. Считайте. Считайте. Да, пожалуйста, еще. После матча в Санкт-Петербурге я вашим довериям предоставил пользоваться в стартной составе, если бы Паршевлюк и Гранат. Игрочи, которые нами сейчас, ждать ли можно ли ждать все выходы, или все-таки пока они останутся в трансферке? Я, честно говоря, был удивлен. Написано буквально несколько дней назад, что Граната Паршевлюк выставил на трансфер. Это какой-то бред, извиняюсь, из выражения. Никто не ставит на трансфер, они такие же, вы направлены члены команды, как и все остальные, и у них такие же большие шансы, как и у их партнеров, выйти в стартную составе в последующих играх. И более того. В последние двух первых матчей вы активно выгодите в состав молодых футболистов, и сразу по несколько человек оказывается в основе. Это, по-вашему, упрощает их адаптацию в первой команде? Ну, во-первых, тем, что они уходят в стартную составе, они услужили свою работу на тренировках. И, конечно же, считаю, что им пора уже. Они уже не мальчики, им уже подваться к тому же Путеппу и пуску подваться три года. Это уже не молодежь. Можно, может быть, еще отнести Сашу Дурак к молодым игрокам, но в любом случае я повторяю, что эти уже и Путеппу, и путь этого особенно, это готовые футболисты для основной команды. И, конечно, то, что они играют, это говорит о том, что они уже практически адаптированы к игре в своем составе. До конституционного всего четыре игры осталось, да? И не поздно ли вводить новых футболистов в команду, в состав и как-то оттасовать от игре к игре? У нас слишком большой ротации нет. Есть какие-то незначительные изменения. Один-два игрока. Поэтому и в последующих играх я считаю, что тот костяк, который у нас сейчас есть, он должен уходить в этих играх. Почему он улучшает доверие или, возможно, не заслуживает доверие в игре? Почему? Ну, в уровне сейчас, на мой взгляд, уступает тем футболистам, которые играют в его позиции. Но это не говорит о том, что на него поставлен крепость. Нет, конечно. Я считаю, что главная проблема – это то, что он два месяца в отпуске практически ничем не занимался. Не прошел самую полноценную подготовку. А так, конечно же, то, как старается в уровне тренировок, он вполне устраивает. И считаю, что в следующих играх он будет предоставлен, что играется в основном команды. Да. А вы видели, что играет на позиции защитника? Потому что, ну, вы сказали, что это исключено, но просто интересно, вы его видели, на этом позиции «Бенфике» может быть? Я его не видел. У меня в Португалии тот четыре года. И я знаю уровень португальского футбола, я знаю уровень команд, таких команд, как «Порту», «Бенфика» и «Спортс». И три лучших команды Португалии. Поэтому, если, как говорится, да, как говорят, что Лоренцо играл в «Бенфике» левого защитника, то не вижу никакой проблемы в этом. И не вижу, потому что, возможно, «Бенфика» играл, может быть, в три центральных защитника, а Лоренцо отдали всю группу. Либо тренер посчитал, что, а в основном так и играют против грандов португальских, все играют от обороны. Поэтому, не считаю, что Лоренцо там много оборонялся на этой позиции. Все-таки, я считаю, был, если он даже номинальный был защитник, все-таки я считаю, что ему была дана роль этой всей левой бровки, играть больше на атаку. Я скажу именно из-за этого. Вы один из тех, кто следил и раз в чемпионстве Леса в «Бенфике» и что для вас отчетливости? Потрясающий сезон они провели, конечно же. Это говорит еще раз о том, что не деньги играют в футбол, а именно футболисты. Именно та работа, которую проделал Раньери вместе со своими игроками, как же заслуживает, конечно же, похвалу. Ну и здесь, может быть, в какой-то степени сказалось нестабильность тех пунктов, которые претендовали чемпионство, таких как Манчестер, Сити, Геннайтед, Арсенал. Но, конечно, Челси, это не валяет заслуг, конечно, команду Леса. Я, честно говоря, восхищен вообще такой потрясающей работой всего коллектива, не только в «Бенфике», но и в треймерских штабах. Матч с «Ахомотивом», а на «Митзе» почти до самого средства предъявляется, и известно, что с «Сити» не всегда в порядке. То есть это может быть, ну, как бывает, чтобы он через «Немагу» играл, а может, где-то порог повышался. Да, у нас переливала жена договоренность о том, что он будет играть до тех пор, пока судороги у него не будут, то, что и случилось. Поэтому, как только я веду судороги, дальше сразу за меня. А так он, в целом, конечно, выглядит очень хорошо на данный момент, потому что он еще не готов, конечно, 100% пропустить большую часть победителя периода. Поэтому, что он только набирает, я считаю, что он может вести большую пользу в этих оставшихся играх. Много внимания уделялось по скорой путешествии, но мало кто говорил о «Брызгалове» – такая карьерная игрока, он появляется на риск матча и всегда завоевывает практически место востоек, а потом ломается. Как вам «Брызгалов»? Как вам «Брызгалов»? Мне очень радость. Во-первых, он еще раз говорит о том, примерно, для тех, кто очень много трудится на зеленом дозоне, и как раз Сергей показатель того, что он именно таким огромным трудолюбимым тренировкам и зарабатывается, место в основном составе команды. Вот как раз Сергей это место заработал, поэтому он не играет. Ну, из-за «Брызгалов» начал забивать, точнее, продолжил забивать мотивов, когда все-таки, как бы, у этих программеров? Вы ему готовы довольно больше, чем в первой части сезона? Да, на данный момент, да. Потому что, все-таки, действительно, он в Питере, хотя и не забил, но, на мой взгляд, провел очень сильный матч, попадал по перекладинам, Попуху Веллингову у него отнял. Сейчас выглядел хорошо. Но, видно, что, действительно, он уже практически полностью адаптировался. Мне хотелось бы, чтобы в будущем «За Лыж» избежал бы травм. Потому что, если у него не будет таких травм, какие он получал, и такие нелепные травмы, я бы сказал, на тренировках, то я считаю, что в будущем году он будет прецедовать на лучших бомбардировках нашего чемпионата. Я считаю, что Промес, в основном, и Татьяна, как осенью, у вас такое же мнение? Ну, знаете, причина, на мой взгляд, одна. Его очень хорошо изучили уже все соперники, которые играют против нас. Соответственно, уже нет такой свободы в действии Промеса. Его, так же, как и Халк, уже практически по два-три игрока сразу накрывают, когда он находится с мячом. Поэтому именно из-за этого, наверное, у него такие трудности сейчас. Такие трудности он не спит. Но хотя, в его случае, он находится еще в руке снайперов и может ее выбрать. Георгий Яд несколько лет назад спрашивал, что он не будет хвалить команду, и критиковать не будет. В частности, из-за того, что ему не разу не пригласили в Тарасовку. То есть, почему вы не пригласили Георгий Яд и других ветеранов? И считаете ли вы, что сейчас у вас тот этап карьеры, когда вы уже в праве отказывались от советов даже таких великих людей и неликих футболистов? Я никогда не откажусь от советов таких заслуженных людей, как Ярцев, Романцев, Симонян и вообще многие другие. Это первое. Второе. Я считаю, что все-таки Георгий Александрович на каких-то эмоциях это высказал, свою позицию. Потому что в последний раз, хотя я очень часто с ним встречаюсь и вижу на Спартаке 2, того же Олег Романцев видел буквально неделю назад. И говорил ему, говорю всегда, если еще раз надо повторить, я могу через тренировку. Олег Иванович и Георгий Александрович. Для вас двери всегда открыты. Можете ежедневно приходить на базу и посещать наши тренировки. И, как и он стал, давать нам свои полезности.